Друзья, мы в Краснодаре, и с нами сегодня замечательные рэперы PLC и Hyde. Правильно? Да. Сергей и Антон. Сергей и Антон. Ты Сергей, ты Антон. Да. Замечательно. Ребят, а почему рэперы, я просто далек от этой культуры, так себя называю? Нельзя просто именем и фамилией называть себя? Слушай, ну бразильцы тоже берут себе какие-то такие... Тебя же тоже Ненобель зовут. Тебя же тоже Ненобель зовут. Раскро уже в секрет. На самом деле у тебя другое армянское имя. Нобель это ты для друзей. Или Арам. Ашот, Арам, Армен. Ну Нобель ты для эфира. У тебя в паспорте даже другое имя. Это проще, ярче. Лучше запоминается. А почему в футболе, например, Хайт? Например, Матвей Сафонов. Стивенсон. Джекил и Хайт. А, Джекил и Хайт. Мистер Джекил Хайт. То есть у тебя двойная жизнь? Возможно. Двойные стандарты. То есть ты там... Об нем достопощенный. Вы можете выйти вдвоем, поговорим. Все, извините. Давайте структуруем. Просто интересно, почему проще запомнить? Да. Ну Матвей Сафонов, он же не меняет себе ничего? Извини меня. Где Матвей Сафонов и где мы? О чем ты говоришь? Ну а не только ты. Все рэперы такие. К сожалению. Все равно Матвей Сафонов после последней игры нельзя его в один робе ни с одним рэпером ставить. Ну Матвей Сафонов хоть в одном рэп-треке употреблен, скажем так. У тебя новый альбом вышел, новый. Какое-то уже необычное название для нового альбома. Он посвящен новому вратарю сборной, если вы не знаете. Серьезно? Антону Шумеру? Нет. К самому новому. PLC, PLC, это кстати аббревиатура или? Когда-то была, сейчас уже не имеет никакого значения. Долгая история. PLC? Павел Леонидович Негирев. Нормально. На цифровой площадках, слушайте, наслаждайтесь. Что? Почему новый? Сколько там раз звучит Сафонов? Ни разу. Между строк постоянно. Кто из вас? Ты мог хотя бы действительно что-то посвятить Краснодару? У нас у артистов нельзя влиять на творчество. Это чистый поток творчества. Это у нас у комментаторов можно влиять на творчество, да? У нас также нельзя влиять на выбор Станислава Саламича в сборной. Подожди. Вы оба интересуетесь футболом? Нет. Я, наверное, немного больше. Ты забанен у него в твиттере? Нет. Мы, кстати, нормально даже переписывались пару раз. Серьезно? Это уникально. Это уникально. Слушай, ты комментировал какой-то матч. Краснодарский? Нет. Там был спорный эпизод. Красную карточку судья показал. Или не показал. Я тебе написал, что я не уверен, что это было стопроцентное лишение возможности забить гол в данной ситуации. И ты включился в эфир и как раз эту тему поднял. И мне было очень приятно. Спасибо большое. А он заслался? Рассказал, что хайт. Нет, нет, нет. Ну, там это не требовалось. Но ты в твиттере как записан? Хайт МДжей. О, нет. Искать долго, наверное. Я тебе потом напишу. Серёб. Да. Ты даешь огромное количество гастролей. Хайт МДжей. Ну, большое. Ну, давай, огромное. Пусть будет. Тебя ассоциируют с футбольным клубом Краснодар? Ты вот из Краснодара. А, это тот город, где есть футбольный клуб? Где-то местами, да. Я был как-то не с гастролями, просто как гость на фестивале Сигит в Будапеште. Мы там с англичанами нормально сдулись. Они такие, типа, откуда? Краснодар. Они такие, у вас там крутой футбольный клуб. Вообще. Серьёзно? Прикольно. Краснодар в Еврокубках регулярно, слава богу. Вот поэтому, да, безусловно становится... У тебя абонемент? Более узнаваем. У меня не абонемент, у меня просто карта болельщика... Ты спрашиваешь, у кого-то отнять абонемент? Ты уже третий раз прошёл. Он на челси хоть. Про абонемент. Пробиваешь. Я первый раз спрошу. Как? Присаживай, что у кого? Вот давайте ответить. Хорошо. У меня не абонемент. У меня карта болельщика, я могу покупать билеты. А что тебе эта карта болельщика даёт? Помимо того, что... В принципе, возможность купить билет. Билет можно купить только имея карту болельщика. Я не совсем знаю, как происходит с иногородними приезжими, если честно, потому что, ну, неужели они должны тоже оформить карпы и покупать, не знаю. Видимо так, потому что мои товарищи пытаются попасть на Челси из других городов, это вообще бесполезно. Да, они вообще на Челси попасть нереально, но тут коронавирусные ограничения, я думаю, тоже сыграли злую шутку, конечно, потому что ограничено посещение стадиона, и так было бы очень тяжело купить билет. Например, на «Спартак» уже солд-аут тоже, то есть уже сейчас, по-моему, вчера или позавчера был солд-аут, то есть уже, в принципе, все опоздали. Но я хочу сказать, что есть с проблемой перекупщиков. А что-то надавили, посмотрел. Ну да, я не думаю. А на реплик? Здесь тоже, да? Везде, везде. Есть такая проблема, не знаю, насколько ее пытаются решить, но я, честно признаюсь, пару раз пользовался услугами перекупщиков, потому что просто не смог приобрести билет. И за сколько ты покупал билет? Вот типа он стоит, не знаю, 800 рублей, а перепродают за… Самое дорогое, наверное, я покупал за 5. На кого? По-моему, на Валенсию, мне кажется. О! А что «о»? Ну, потому что игра была так себе, но «Шапи» забил сумасшедший гол. Кто комментировал, Костя, эту встречу? Я был на матче. Антон, Сергей, скажите, пожалуйста, ну мы вот привыкли, что Урал, Сибирь, это такой рок, это там Екатеринбург, вот почему Юг, Ростов и Краснодар, действительно, это рэп? Что у вас такое происходит? Да у нас тут тепло, хорошо, надо сломать. Почему мы привязаны с этим, нам дают машину? Давай мои глупые рассуждения… Давай, 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 умные рассуждения… Рэп же это в основном американская история, правильно? Да нет уже, все равно. Чернокожих, нет? Ну, когда-то, наверно, в 79-м, примерно… Нет, чернокожих, да. Подожди, а кто главный? Кто не главный? У моем детстве это 50 сен, там вся эта тема. Эминем, подожди-ка, вы 50 сен. Эминем позже. Тупак. Нет, Эминем. Эминем раньше, Тупак, да. Тупак, ну это… Тимати. А, нет. Этуаленец. 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 И действительно, он острый вопрос задал. Похоже на вы, может быть, менталитет? Да, я думаю, от этого все зависит, потому что хип-хоп такая... Хип-хоп? Да. Хип-хоп. Хип-хоп. Да. Это такой жанр, мне кажется, на расслабончике чаще всего. И у нас все для этого. Слушайте, а вы видели, как-то в эфире Comedy была заруба среди рэперов? Да, иногда смотришь на этот рэп и думаешь, что это все один большой эфир Comedy. Да? Да, я шучу, конечно. Ты не любишь русский рэп? Очень люблю. Всех, ребята, вам сердечки летят. А у вас армяне есть? Ну, в тусовке. Я думал, в Краснодаре. Смотрите, мы все поколения, ну мы четвером изъеме это поколение 30+. Нас как бы рэп не так сильно цепляет, как молодежь. Вот смотри. Стоп, стоп. Я в детстве... Ты рэпер. Он ушел из рэп. Подожди, Бесток. Я хочу тебе задать очень простой вопрос. Парни, вы можете нас научить определять, где хороший рэп, а где пух. Как вино, да. Вот что стоит того, чтобы это слушать? Ну вот все, что тебе нравится, стоит слушать. Все, что не нравится, не стоит слушать. Серега, вот вы слышали твои треки последние. А там мелодия. Там больше, ну действительно, чуть поп-музыки. И как у Ливана Горозии, тоже последний вот Ливан. Там больше, ну это не рэп. Да, да, да. Ну это елты с елкой пел только что. Ну это же уже не рэп. Это ты был на Арбате? А он тоже с юга? Нет, действительно, ну это уже какое-то перерождение. Это уже не такой вот. Ну рэп разный. Ну да, хип-хоп. Хип-хоп, да, скорее? Не, ну. Не так это работает. А футбол это типа мяч, на ворота надо до догохвости. Не, ну я же не понимаю. Я пойду спрашиваю. Рэп это музыкальное направление. Хип-хоп объединяет в себе гораздо больше, ну там, брэк-данс, граффити и так далее. Аааа. Ааа. Спасибо. Сколько вы в Краснодаре народ собираете? По времени. Ну что, пятьсотка собираешь? Да нет. В прошлом концерте на большом тысяча там с копеечкой была. А вот вас как бы не обижает и не расстраивает, что, например, такое центральное место города сейчас, стадион Краснодар, не используется как музыкальная площадка? О, почему не используется? Используется. Они делают мероприятия. Мы даже обсуждали с Полиной Галецкой. Она, по-моему, занимается всегда движухой здесь. Концерт мой, но что-то зашло это все в тупик. Я думаю, мы однажды вернемся. Ну, в парке, например, вы можете... Да, у них там очень крутой амфитеатр. Да. Вот. И там периодически делают выступления, но они такие более... И не только выступления. Там, в принципе, показы фильмов делают на открытом воздухе, какие-то такие культурные еще всякие мероприятия для широких масс. Слушайте, а вообще вот стадион и парк – это то, что изменило жизнь города? Да. Да, сто процентов. То есть это стало точкой притяжения. Я тебе так скажу, что теперь, когда мне пишет какой-то иногородний человек, например, не знаю, что я из Краснодара, что посмотреть в Краснодаре. Я не задумываюсь. Я даю ответ. Твиттер. И потом через день я получаю сообщение, что это было прекрасно, спасибо большое. Я такого никогда не видел. А в парке что ты делал? Куда отправлял в день? На море. В Ростовск. А я когда сейчас летел... Ты видел, когда мы летели сегодня? Там аэрофлот обычно рисует, ну, главное место города, куда ты летишь. Там Москва, это, естественно. Красный площадь здесь. Раньше это был кинотеатр Аврора, по-моему. Да, сейчас стадион. Сейчас стадион. Стадион. Правильно. Футбольный. Ну, так и есть. Аэрофлотом не дураки же, правильно? Я очень люблю Краснодар, но по большому счету у нас здесь до стадиона, до парка была центральная улица Красная, как достопримечательность, потому что ее перекрывают на выходные и народ просто гуляет. И это, кстати, очень круто. Как в Европе, да, это очень прикольно все. Вот. Но в целом Краснодар хорош тем, что он находится в Краснодарском крае. И ты можешь за два часа оказаться на море, в горах, на источниках каких-то горячих. Давай так, давай так. За два часа ты не окажешься на море. За два часа ты даже в Москве окажешься. За два часа ты окажешься на море. За час. Джубга сто километров. Да мы же ездим там ночью. Да, у него море это Сочи. Да что? Нет, нет, нет. Вы расстроились когда-то? Нет, подождите секундочку, Денис. Мне просто интересно. Очень расстроился. Я считал это максимальной несправедливостью. Я готов был выйти с плакатами и так далее. Ну, да, конечно, мы расстроились, но в итоге я попал в Сочи на Испанию и Португалию и все забыл. Когда говорят там дай бит, да, и ты начинаешь читать. Вы умеете так делать? Говорят дай бит? Нет, ну ты, например, говори. Это отдельное. Ты говоришь про битбокс. Ты говоришь про битбокс. Да, есть когда люди голосом имитируют звуки на языке. Ну а что вы смеетесь? Я просто это видел. Я вообще не смеюсь. Вот и... Костя, мы не смеемся, мы плачем. Понимаешь? Я просто видел, как дают так битбокс. И человек может сходу дать импровизацию. Это называется фристайл. То есть это направление называется фристайл. И есть рейтлеры, которые тренируют это, оттачивают. Они реально могут на ходу, грубо говоря, рифмовать все, что угодно. Всех операторов. Вы не такие? Мы не такие. А при состоянии мы не такие. Вот вы тексты свои сочиняете. Какое-то вдохновение или что? И какая у вас тематика в основном? Ну про жизнь. Послушайте мы новый альбом. Мы включали. Мы перед записью включали. Да ты сказал выключи, выключи. Я все понял. Нет, я такого не говорил. Ребята, смотрите. Просто мне кажется, сложно ли написать песню про футбол? Как его сюда вплести? Давай. Вот этот самый момент, которого я ждал долго. Я бы очень сильно хотел написать гимн для ФК Краснодара. Что тебе мешает? Так напиши его. Может быть это будет такой народный гимн. То есть вот создать песню, которую полюбят люди. Только не о чем будет мечтать. Почему? Она станет. Давай начнешь. Давай перед тем, как напишешь гимн Краснодару. Я не хочу делать этого. Напиши гимн. Нет, почему? Мы тебе заплачем. Напишешь гимн на коммент-шоу? Нет. Почему? Ну тут даже имя мое не выговаривали. Сударваль сказал. Четко. PLC. Он говорил. Просто неправильно. Неправильно, да. Выговорил четко все. Ну, слушай. Комментатор бывает. Нет, это должно быть от души. Я реально очень люблю то, что делают здесь все. Еще не закончилась передача, поэтому после этого мы обсудим. Я еще не смотрел просто передачу. Она еще не вышла. Я еще не мог посмотреть. В свое время было очень много споров. Я не могу сказать, что это спор, но это такой дискуссионный момент. Шахматы. Это спорт или не спорт. Вот скажите, когда вы готовитесь к рэп-баттлу, да? Рэп-то искусство. Нет, нет, нет. К рэп-баттлу готовиться. Это же, во-первых, как я понимаю, должна быть просто выдающаяся физическая форма. То есть ты не можешь быть, ну, как бы, не готов именно... Это же долго ты стоишь, говоришь, кричишь. Ну, скорее... Очень много эмоций и, ну, очень тяжело. Вообще, наверное, психологическая устойчивость самая важная. Потому что, в отличие от просто выступлений на сцене и, наверное, в отличие от того, когда ты комментируешь футбольный матч, когда у тебя... Когда все смотрят на экран, все смотрят футбол, ты это сопровождаешь. То же самое, когда ты выступаешь с музыкой, ты как бы ее поддерживаешь. Но у нас это, извините, у нас это чисто современие. То есть ты сидишь напротив телевизора, а один говоришь в телевизоре. Понимаю. Вот как выглядит наша работа. Да. А вот когда ты баттлишься, когда ты именно в кругу, и это рэп-баттл, то нет музыки, нет футбольного матча. Все смотрят только на тебя. И все слушают и ждут каждое твое слово. И это очень сильно давит. Вот смотри. Сейчас все смотрят на тебя, мы смотрим на тебя. Можешь что-то забаттлить? Я не уверен, что вам понравится. Почему? Давай. Костя, иди сюда. Не, ну это не в рифму. Обычно мне скучно от твоего комментария тухлого. Ты думал, я пришел на передачу? Нет, я пришел попинать круглого. Сейчас что-нибудь еще. Я вижу, ты качаешься, не знаю, что ты там наприседал, но если ты приблизишься, то я тебя ударю, как Зидан. Красиво. Красиво. Нет, это да. Да, это красиво, да, да. Это сильно. А что ты готовы? Про спекуляцию. Добрый парень сидит там в сторонке, мне не нравится этот хрен. Одно неверное слово и ты отдашь свое очко, как Рен. Парень нормальный. Нет. Впечатление классное. Будет что-то не так, ты как Рамос получишь красную. На лайтах. На лайтах, да. На лайтах. Ну, все вернулось на круги своя, то есть батл рэп не умер, он продолжил существовать, но в том масштабе, в котором он обычно интересен всем людям и всем показалось, что все затихло. Нет. А вот смотрите, вы можете мне такую штуку объяснить? Я, кстати, вообще рэп не понимаю, но я посмотрел, естественно, батл этого Оксимирона и Гнойного. Выиграл Гнойный, да, там 3-0. 5-0. По вашему счету. Ну, я вот слушал, и мне казалось, что выигрывает, по сути, другой, то есть Оксимирон. Вот как так получилось? Почему мое восприятие того, что я слышу, мне кажется, у него намного более интересные рифмы, какие-то более красивые образы? Ну, я так воспринимал. Можете продолжать, да. А тут 5-0. Вот почему? Во-первых, я с тобой согласен. Мое личное мнение, оно совпадает с твоим после просмотра этого батла. Сейчас там полетят какие-нибудь помидоры. Но, когда ты присутствуешь на месте, на батле, вот то, о чем я говорил, это напряжение и так далее, очень тяжело сразу сходу судить. Тебя мог впечатлить какой-то крик зрителей. Может быть, он не очень обоснованный был. Потому что зрители хуже разбираются, чем судьи, по идее, чем эксперты. Ну, вот, вы тоже об этом знаете. Многие зрители, у них есть свое мнение всегда, но чего-то они могут не понимать и так далее. Но они поддержали, и ты переоценил, например, какой-то панч, какой-то момент и так далее. Поэтому, кстати, очень правильное решение было в дальнейшем на Versus, ну, не именно из-за этого батла, а в целом. Судьи смотрели батлы, а вердикт оглашали на следующий день. Они приходили, пересматривали батлы. Такой вар, вар. И потом, по сути, оказалось, что это гораздо более корректно. То есть вердикты гораздо более корректно. А у вас контроли есть? Ну, куда-то уезжаете? Ну, когда нет пандемии, есть с выступлениями. Да, сейчас 24-го в Москве будет концерт, повторите. Джипси. Кстати, приходите. С удовольствием. У нас есть новое, что хотели бы обсудить. Да, мы хотели бы обсудить. Вот есть человек, капитан сборной, герой нации, которого вроде бы как бабушки и школьники обожают, но болельщики в целом. Это вся нация, бабушки и школьники. Это нация, да? Обожаю. Такая выборка. Да, выборка нации. Продолжай, интересно очень. Вообще, Костя, я думал, что это в школе. Это тебя касается. Нет, просто основная часть болельщицкая, фанатье. Они его почему-то недолюбливают. Почему? Кого? О ком речь-то? Капитан сборной России Артем Дзюба. Почему недолюбливают? Ну, вот они все время его хейтят. На матчах сборной против него кричалки какие-то есть. Какие, Костя? Вафанкула. И вот он, например, сказал у поражения после поражения от Брюги, мы, русские, любим себе придумывать вот так блинкомом, а потом собираемся. Это он, кстати, Тимур Журавель сказал. Мы русские. С нами Бог. А что вы делаете? Ну, мы русские. Тимура видел? Тимур не русский? Близок этому. Ну, вот у вас есть понимание? Вы, кстати, пытались... Забидуют. А? Забидуют. Вот, например, если вы напишите какой-то трек про футболиста. Например, про капитана сборной. Ведь там, например, Камедж придумывал песню про Аршавина. Вот если напишите, как вы думаете, это зайдет народу или, наоборот, отторжение будет? Ну, кому интересна эта тематика, конечно, зайдет. Ну, почему? Смотри, если написать хорошо, то зайдет. По крайней мере, Дзюба – это узнаваемый персонаж, вне всяких сомнений. И вот мы как раз хотели спросить, почему у нас, не только в рэпе, а вообще в музыке, практически не уделяется внимание теме спорта и футбола в частности? Она же вполне хайповая, чемпионат мира был. А что значит хайповая? Кто написал знак чемпионата мира? Кто помнит? Никто не помнит. А один чемпионат мира какой-то там во Франции, я думаю, что не помнит. Ты знаешь, что после чемпионата мира в Германии, когда Зидан ударил Матераци, ну, понимаете о чем? Я не понимаю. Там 2-3 исполнителя, рэп исполнителя написали произведения. Случаются какие-то события, которые яркие в принципе. Эти события могут использовать в треках, отсылки какие-то, панчи. Вот так это может происходить. А как это представлять? Давай так, баста. Он мог делать другую музыку. Он не рэп разве? В смысле обидно, что в футболе было рэпа. Нет, он футбольный человек. Мне интересно, почему вы эту тему не трогаете? Вы живете в городе, который, так скажем, пропитан футболом. Что еще в Краснодаре есть, кроме вот стадиона, красивого футбола, парка и рэп? Да. И вот в этой тематике, окей, пусть это будет не капитан сборной. Но это, например, может быть, я не знаю, там, Арии, это может быть Кабелы или еще что-то. У вас есть проект? Кутовой. Кутовой Мацухатов. Про этих ребят. Слушай, но я не думаю... Ты хочешь написать гимн Краснодара, а вот не пишешь? Почему ты хочешь написать гимн Краснодара? Какая у тебя мотивация? Зачем это надо? Потому что это лучшее, что делалось в нашем городе за долгие-долгие годы. Твой гимн? Пока еще нет. Я его еще не написал. ФК Краснодар. И озвучить это для меня было бы честью. Как рэпа тяжело же, это подпевать надо. Гимн это то, что поется. Но ты же слышал? Ты сам говорил про музыкальность, про какие-то мелодии. То есть все это может быть по-разному. Мне кажется, Сергей Николаевич попросит группу «Сплин» записать или «Би-2». Я не хочу вас расстраивать, друзья. На гитаре. Но у них уже готовится гимн. Да, я видел в Твиттере. И поет «Нобель». По-моему, они там заказали музлоу. Да, там выдающиеся какие-то деньги. У Ханса Зиммера. У Ханса Зиммера. Ну что-то такое. Подожди. Я думал, что он уже вышел. Нет. Музыка, которая играет на стадионе. Да. Или у Ханса Зиммера, или у Энио Мориконы. Энио Мориконе умер, к сожалению. Да, я знаю. Это было до этого. Но там есть что-то не написано. Что-то до того, как клуб образовали. Ну-ну-ну. Подожди. Серега. Да, Антон. Серега. Я хочу говорить по поводу Зиммера и Морикона. Да, нет. Я говорил, что просто масштаб нужно понимать. Что Галицкий с такой любовью относится к команде, что идет по самому высокому уровню стандарту. Блин, да вы говорите про другое. Я вам говорю об обратной ситуации. Вы сами написали песню и ее фиганули. Она понравилась людям и стала народным гимном. Зачем надо ждать предложения? Так сделать можно. Ну так это же правильный путь. Ну лениво. Нет, подождите. Почему не зайдет? Может и зайдет. Ну Сергей, например, писал альбом. У него была чуть другая цель. Понимаешь? Я там сейчас какое-то время песни не пишу. Пару каких-то там совместных просто треков сделал и так далее. То есть на сегодняшний день, наверное, багаж Краснодара, Галецкого парка, стадиона, он уже такой, что действительно кто-то скоро это сделает, я думаю. Такое информационное поле к этому созрело. Чуть раньше это выглядело бы, наверное, немножко нелепо, непрофессионально, так как бы поспешно. Ну это такое вот мнение изнутри. На самом деле. Если вот честно говорить, я сейчас задумался такой, да, что я сам не сделал и просто не закинул. Сейчас ты тебе долго-то мысли в голову приходила, нет? Звони! Звони! Ну слушай, у Рома хорошие связи в Ростове. Вот реально. Им тоже нужен гимн. Им надо эмблему поменять и гимн записать. Там попроще будет. Без Циммера там, кстати, обойдут. Потому что Циммер обыграл их, поэтому обходят. Что по Дюбе-то? Ты. Пион. По Дюбе я не понял, знаешь чего? Вот он говорит, что русский придумать блин кома. Но ведь первый блин кома. У Дюбы же уже не первый блин. То есть ты не относишься к детям и к бабушкам, которые Дюбу поддерживают, да? Это я так сказал к школьникам. Подожди. То есть ты к ним относишься? Это я к слову сказал. Я к Дюбе отношусь абсолютно. Я его не хейчу. Я считаю, что на чемпионате, когда он стал кибиром сборной, он был просто красавчик. А кто у тебя любимый игрок сейчас в Краснодаре? Ну, Кобыла, наверное. Так быстро? Ну, просто я вижу, как он играет. На твой взгляд, Серёж? Понятия не имею. Я серьёзно говорю, меня Саша послал переходить в передачу. Классно. У него в голове только песня. Да, да, да. Ну давай мы тебя будем называть фамилией. А ты остановишься. Я тебя толкну. Толкну тебя. Сафонов. Да. Синицын. Петров. Очень важное событие. Мы говорили про то, что эта битва с Зиданом и Рацци, это очень яркий момент в истории человечества. Ну, как ни крути. Это сподвигло на несколько песен и рэпов. Что в истории Краснодара, какой момент может заставить вас? Или коллег ваших сделать, что такое стоящее? Самое яркое пятно. На мой взгляд, это вот то, чего пока Краснодару не хватает. Истории. За Краснодар многие люди не болеют, продолжают болеть за Кубань даже, которая там обанкротилась и так далее. У нас в крае, по краю. Потому что у Краснодара нет пока истории, за что болеть. То есть, что они такое пересилили, что они такое сделали и так далее. Вот они это каждый год набирают в свою копилку, на мой взгляд. Лига Европы, Лига чемпионов, первый гимн, да, зазвучит у нас. Основного турнира уже. Вот. И пока, наверное, у меня одно из самых ярких впечатлений по Краснодару. Ну, это гол Акриашвили через себя Зениту. И второй момент, это я ненавижу Гонсало Гедыша из Валенсии, который забил и побежал футболочку нам показывать. Знаешь, кто комментировал оба этих матча? То есть, я сразу автоматически попадаю. Я, кстати, когда Севилью обыграли и помню, что Криашвили тоже через себя забил. Я тоже комментирую, да. Да. Слушай, кстати, вот на моих глазах все остановилось. Можно скинуть вот чуть-чуть. Давай. Для меня вот, допустим, я, как сказать, потребитель. Да, потребительски к этому отношусь. Я не вникаю в детали и так далее. Сколько раз ты был на стадионе? Раз, два, три. Два, три. На каких матчах? Подожди, сейчас важно. Важно было со Спартаком, когда играли, по-моему. Когда это было? Спартак тут играл. Они постоянно играли. Потому что Саша с Т прилетал, я помню. Вот. Так вот, что я хотел сказать. Для меня, да, Краснодар, пока Краснодар, это в целом событие. Событие для города, для края. То есть, это даже не только футбол игра, да. Это и вот этот парк. Это и школы. У меня племянники в школах этих занимаются футболом. Учатся, да. И так далее, академия. И вот это все вокруг. И все, что Сергей Галицкий делает для города. И вот в комплексе, да, для меня вот это и есть ФК Краснодар. То есть, это не только про футбол. Это, в принципе, про жизнь моего любимого города и края в целом. Ну, я думаю, что Полина услышала. Красиво. Полина, да. Ну, мы... Если Полина не услышала, мы попробуем Полине передать твое желание. Папе. Да мы разберемся. В общем, в футболинг клуб Краснодар, если вы нас смотрите, пожалуйста, вот П.Л.С. Хочет написать ГИМ. П.Л.С. В Джипсе 24 октября. Но он живет в Краснодаре и очень хочет написать гимн. Если не хотите доверить ему одному, Максим Бузникиному помощь. Поэтому, пожалуйста, это будет красиво. А? А Хайду хоть сдохни. Хайд пусть будет. Давай бит. Давай бит. Давай бит. Да. П.Л.С. 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 Спасибо, парни. Ребят, это было очень красиво. Вы молодцы. Ребят, спасибо вам большое. П.Л.С. П.Л.С. Серег, ты прости, но так как ты три раза был на этом роскошном стадионе, а Антонио заходит туда регулярно, то, естественно, он и примет участие в Лиге плохих футбольных шуток через какое-то время. Дарь меня по плечам.